Атрибуция Кто не знает, что такое фундаментальная ошибка атрибуции Ну хорошо, я про это тоже сейчас расскажу Расскажу вам план, что я собираюсь делать Раз у нас есть люди, которые не знают про фундаментальную ошибку атрибуции, я расскажу, что это И почему это популярная тема на Лесронге Потом я расскажу, что вообще такое сама по себе атрибуция Потом я расскажу, какие еще ошибки и искажения связаны с этим концептом И со всякими пересекающимися темами И потом, наверное, будут рецепты, что делать Но это уже будут наши совместные с вами рецепты Потому что у меня есть некоторые предложения, но, наверное, они будут неисчерпывающие В чем состоит ошибка атрибуции распространенной? Это такое явление, когда люди приписывают Поведению других людей Внутренние причины Когда мы видим, что кто-то ведет себя каким-то образом И думаем, что он так себя ведет, потому что он такой-то человек Например, если мы говорим Например, мы видим дорожно-транспортное происшествие Например И мы первое, что думаем Это мы думаем, что, наверное, водитель был пьян Или, наверное, он плохой водитель Или что-нибудь такое А в том Это называется ошибкой, потому что Когда мы попадаем в такие ситуации Мы обычно приписываем Нашему поведению Внешние причины Например, если я попадаю в дорожно-транспортное происшествие То, наверное, потому что Дорога была плохая Или водители вокруг были плохие И так далее Но не потому что я плохой водитель Или потому что я напилась На Лисонге это часто обсуждают Потому что это одно из таких распространенных искажений Кто читал «Гарри Поттера методы рационального учрения» Там это упоминается чуть ли не в первых главах В общем И потом долго это обсуждается Вот Но есть менее распространенные, но такие же Сильные, крутые искажения Связанные с атрибуцией Что такое вообще атрибуция? Ну, понятно, что это приписывание чего-то чему-то Из самого слова Но в психологии, в социальной психологии есть такое понятие Атрибуция И оно означает Приписывание мотива поведения Это ситуация, когда мы принципиально не знаем Что на самом деле произошло Мы видим какую-то часть Мы видим, что что-то происходит Мы не знаем, почему это происходит И атрибуция Атрибуция это про ситуацию Когда мы не можем узнать Что на самом деле происходит И у нас, чтобы мир не развалился И чтобы мир оставался согласованным Мы должны сказать, что это произошло потому-то и потому-то Потому что у нас вообще есть склонность Объяснять что-то чем-то У нас есть склонность строить причинно-следственные связи Поэтому всегда, когда мы видим поведение Мы должны знать причину поведения Или, по крайней мере, мы должны думать, что мы знаем причину поведения Чувак, который первый ввел в обиход Понятие атрибуции Ну, в психологии имею в виду Он это сделал Там такая предыстория была Он это сделал из соображений Решения проблем феноменологии Ну, я не буду подробно вдаваться в проблемы феноменологии Но одна из важнейших состоит в том, что мы всегда видим только какую-то часть Ну, того, что мы видим Мы никогда не видим всю штуку целиком Ну, это, правда, большая проблема для феноменологии Потому что философы, в том числе феноменологи, довольно часто задаются вопросом, что на самом деле существует И вот мы там смотрим на какой-нибудь объект И видим его Ну, так Такой-то формы и такого-то цвета Но это не все, что есть в этом объекте У него есть еще обратная сторона, которая может быть другого цвета А мы ее не видим У него есть другая форма, которую можно увидеть Если посмотреть с другого конца, например, на него Я У меня зрение искажено перспективой У меня зрение искажено Освещением Обоняние искажено, фиг знает, моими индивидуальными особенностями и так далее И, в общем, этот товарищ, я выложу в пад, и там будут ссылки на статьи Он увидел, что, когда мы пытаемся понимать причины поведения людей, мы тоже самое делаем Мы видим какую-то штуку, но мы не видим ее полностью И наш мозг автоматически, как и с объектами, эту штуку достраивает Мы от объектов тоже ожидаем, что у них есть задняя сторона Мы не ожидаем, что вот мы сейчас его обойдем, а там как бы ничего нет Мы ожидаем, что он сзади такой же коспель, если предполагаем, что он симметричный и так далее И вот мы видим, как люди ведут себя каким-то образом и ожидаем, что они какие-то И ведут себя таким же образом в других ситуациях, например Или какие-то другие предположения про них делаем Мы без этого не можем и никуда от этого не денемся Мы не можем совершенно избежать атрибуции Мы можем себя удерживать от этого в ситуациях, когда мы знаем, что у нас недостаточно информации Но полностью от этого избавиться невозможно Как происходит атрибуция? Многие психологи про это думали, многие писали про это дофига всяких работ Есть несколько интересных теорий про это, которые с разных сторон объясняют, как происходит процесс атрибуции Одна из них, которую разрабатывали Джоас и Харрис, но это тоже я дам в статье, вы там сможете прочитать подробнее Рассказывают, что мы приписываем людям внешние или внутренние мотивы поведения Исходя из трех штук Возможность выбора, которую мы видим у этих людей Предсказуемость этого поведения и влияние чужого поведения Ну, то есть, довольно понятные исходные данные, в которых мы смотрим на то, как человек себя ведет И думаем, насколько много людей так же повело бы себя Был ли выбор у этого человека повести себя так или иначе Ну и типа, если у него не было выбора, то, наверное, это внешние причины Если у него был выбор, то, наверное, это внутренние причины, потому что он свободно выбрал делать то-то и то-то Другая модель, очень похожая, на самом деле, состоит в том, что Мы тоже рассматриваем факторы, которые влияют на приписывание довольно иного мотива поведению Мы смотрим, как человек себя ведет в других, в похожих ситуациях Мы смотрим, как человек себя ведет с такими же стимулами в других ситуациях И мы смотрим, сколько бы людей повело себя так же по нашим представлениям Понятно, атрибуция бывает внутренняя и внешняя Мы бывает приписываем людям внутренние мотивы, бывает приписываем людям внешние мотивы Я потом еще немножко расскажу, почему мне не нравится это разделение Спойлер Что называется ошибкой, вот этой фундаментальной ошибкой, подробнее Уже исходя из того, что мы знаем в атрибуции Когда мы хотим объяснить себе свое поведение Мы, ну, не знаю насчет вас всех, и не буду говорить насчет меня Но статистика нам говорит, что люди в большинстве случаев Своему хорошему поведению приписывают внутренние мотивы Своему плохому поведению приписывают внешние мотивы А для окружающих наоборот У окружающих, плохому поведению окружающих они приписывают внутренние мотивы А хорошему поведению окружающих внешние Это так же происходит с успехами, например, и с неудачами Например, если у меня что-то не получилось, то это потому, что, ну, там, звезды не так сложились Кто-то не помешал Если у кого-то что-то не получилось, то это потому, что он вообще не очень человек Самый себя Какие еще ошибки, ошибки связаны с атрибутием? Кроме этой Во-первых, когда мы по первому впечатлению от человека По одному случаю его поведения Судим о том, какой он сам человек Ну, например, там Известный пример про то, как мы там приходим в ресторан К нам приходит официант Он какой-то устал и что-то с нами не очень хорошо обращается И мы решаем, что он злой человек Вот, хотя Ну, вы понимаете, да, что происходит Происходит внешняя атрибуция, внутренняя атрибуция Мы думаем, что он так себя повел не потому, что он работал уже 12 часов подряд Или потому, что ему там наступили на ногу только что Или еще что-то случилось А потому, что он сам такой человек И более того, мы делаем вывод не только о том, какой он в профессиональной сфере То есть какой он официант А вообще вывод о том, какой он человек Что он, ну, злой, жестокий или грубый Есть несколько мнений о том, почему мы это делаем Наиболее правдоподобное, как по мне, состоит в том, что мы таким образом Вот этим приписыванием другим людям мотивов о себе Когда мы приписываем людям мотивы одним способом, о себе другим способом Мы таким образом пытаемся защитить свою самооценку И свое положение в мире, свой статус и так далее Чтобы мы думали о себе, что мы хорошие А о других людях, что они, ну, как бы, хуже нас Потому что мы думаем, что вот этот человек в такой-то ситуации поступает так, как мы считаем, плохо Но и потому, что он сам такой А мы бы, конечно, в этой ситуации поступили иначе и хорошо И про себя мы всегда думаем, что чего хорошего мы добились Это всегда наше преддело, а плохое – это все случайность Еще одна важная ошибка, которая случается от такой обычной атрибуции Это, ну, я не знаю, на самом деле, как по-русски это обычно бывает, но гипотеза, которая – это просто мир Такое представление о мире, в котором с хорошими людьми случаются хорошие вещи, а с плохими людьми случаются… «Справедливый мир» «Just world» здесь переводится как «справедливый мир» Ну, в смысле, что мир такой Да, с Богом Хорошо, ладно, вот, справедливый Вот, и… Да, и эта штука, она, как свои последствия, она имеет много разных социально… Как это сказать, не очень хороших явлений, например, одно из которых, например, состоит в том, что, когда происходит преступление, мы можем ленить жертву То есть мы такие думаем, ну, раз с этим человеком это произошло, ну, значит, он плохой Так и должно было быть Это все для того, чтобы удержать наш мир от того, чтобы он развалился Потому что, что это за мир, в котором с хорошими людьми происходят плохие вещи И вообще, почему все так несправедливо? Нет, мы лучше будем, мы лучше оставим мир нормальным и будем говорить, что все, что с тобой случается, это следствие… Все, что с тобой случается, это следствие того, что ты плохой человек Ну, собственно, вот, это такая небольшая кучка ошибок, которые я назвала, на самом деле их может быть гораздо больше Сам процесс атрибуции – это штука, неизвестно порождающая ошибки, понятно почему, да? Потому что это… Когда у нас нет информации, мы что-то достраиваем С чего вообще мы должны достраивать правильно? Почему вообще мы думаем, что мы можем достраивать правильно? Да, в какой момент он не комментариев ставит? Вот, когда поднимешь руку, я тебе скажу, что давай, давай Я немного по-другому понимал ументальную ошибку атрибуции А именно, как то, что человек переносит особенности своего восприятия на воспринимаемые объекты Допустим, я смотрю на флипчарт, и я думаю, что флипчарт кривой А на самом деле у меня глаза приводят к астегматическим искажениям И прямоугольный флипчарт воспринимается как кривизна То есть фундаментальность ошибки атрибуции состоит в том, что мы собственные свойства переносим на воспринимаемые объекты То есть замудненность канала восприятия мы воспринимаем как замудненность самого объекта В этом, собственно, и стыд фундаментальности этой ошибки То есть мы думаем, что у нас канал восприятия абсолютно чистый, а потом упирается в грязный объект На самом деле у нас сам наш канал во всех своих глазах, его обработки, он загрязнен какими-то искажениями И объект может быть довольно нормальным просто Мы все это спрессовали и обрушили на объект То есть, а вот то, что говорит пиона, оно воспринимается более-менее частными случаями А вот это был более-менее общим контекстом Ну, правда, две разные вещи, которые в литературе часто обсуждаются под именем фундаментальной ошибки атрибуции Спас, ты поднимал руку? Я весь поднялся Нет Давайте не устраивать хаос, если все, ну, как бы, довольно много народу собирается Давайте по руке говорить Но ты уже начал по этому делу Завоевал правду, да? Ты уже решил, что ты не хочешь? Нет, пожалуйста, я отдаю тебе слово Хорошо, спасибо Нет, все, уже поздно, он уже не хочет Собственно, следующее, о чем я хочу дальше говорить Да, мне нужно ответить на комментарий, Леша Я, короче, с самого начала сказала, что мы будем говорить про то, как люди объясняют чужое поведение А не про то, как люди объясняют несовершенство видимой вещей и так далее Ну и про... А может быть, вы говорите про фундаментальную ошибку атрибуции? Нет, я сказала, что это говорит про атрибуцию, а фундаментальную ошибку атрибуции я назвала, потому что это на слуху и похоже на то, о чем я буду говорить Сейчас, сейчас Да, я просто комментарий, как только возразится, что фундаментальная ошибка атрибуция – это устоявшийся уже в современной когнитивной науке термин, который означает не то, о чем он сказал Это психологическое явление, а не явление вообще воспринимательного человека Кто там еще пытался выкупить? Да Вот в математике есть принцип математической индукции, ну и в логике, соответственно, не является ли это искажением, скорее, логическим? То есть человеку, не знаю, как-то не повезло в жизни, он встретил двух программистов, с которыми было тяжело общаться И после этого он сделал вывод, что, соответственно, все программисты нехорошие, и с ними не стоит даже танцевать Сейчас программисты поднимают руки, я смотрю Нет, слушай, это немножко про другое все-таки Сейчас, кто тут? Миша? Да, собственно, да, то, что ты говоришь, это проблемы не полной индукции, которые к математической индукции никакого отношения не имеют Хорошо, давайте не будем сваливаться на обсуждение индукции, это другая штука Да А то, что вы сказали, про то, что человек себя обвиняет, считает, что он лучше других, это характерно просто для того же людей И они правильно поступают, они себя тоже не думают Что я тебя не слышу? Я не слышу, я приказываю Злодея не знают, что дают зло, не нужно, что дают зло Можно пересекать? Чем я надеюсь, зависит от того, что злодеи поэмам в фильме не существует? Ладно, этот хороший комментарий, можно кинуть в этот комментарий конфеты Кто еще хотел что-нибудь сказать? Не поймал Кто-то еще руки поднимал и я не спросила? Я хотел спросить по поводу справедливой меры То есть, ну, это же все-таки тема для обсуждения такая широкая получается, потому что в некотором случае это правда, что все-таки мир справедливый. То есть, допустим, ну, когда люди общаются друг с другом. Что? Не, ну, если люди, допустим, друг с другом общаются, один там сказал гадость, то, вероятно, другому тоже скажет гадость. Но в таком широком смысле, естественно, ну, очень много отклонений. Ну, то есть, я понимаю, что ты говоришь, что, по-моему, я не согласна с формулировкой про то, что это они. По-моему, дело в том, что это люди. И это законы какие-то, которые иногда выполняются, часто выполняются в человеческом взаимодействии, которые можно зафиксировать и думать, что, ну, они с хорошей вероятностью будут выполняться и дальше. Но мир не имеет к этому никакого отношения. А, я понял. Хорошо. Сейчас, там еще был кто? Там еще был. Кирилл? Да, я хотел сказать, что действительно есть разные виды людей, которые по-разному приписывают результаты деятельности внутренним и внешним обстоятельствам. И это называется локусом контроля. Склонность приписывать результаты деятельности внутренним фактором называется внутренним локусом контроля. а сфорность переписывать внешним фактором внешним локусом контроля. Да, я знаю. Ну, все. Хорошо. Юрий, техническое замечание. Некоторые вопросы не слышны даже мне. Я не уверен, что они слышны записывающей аппаратуре. Поэтому, я вам рад сформировать вопросы, на которые отвечаешь. Юрий, сделай техническое замечание. Ниша. Был бы понят тезис, что мы что-то делаем ради своей уверенности. А что тогда относится к неуверенным людям? У них тогда происходит обратная ошибка к атрибуции или как? Я сейчас расскажу про то, какие бывают способы убиться, а то, что ты думаешь, что какой-то вид атрибуции лучше другого. Я не про то задал вопрос. Нет, я тебе сейчас объясню, почему ты про то задал вопрос. Ладно. Ты не вастребишься на способах. Кит-китернию конфеты. Нет, способа убиться, я не понимаю, что это. Хорошо, я думаю, что больше вопросов нет. Смотрите. У меня вопрос. Какие у них людей, которые находятся конфеты? Сейчас не надо ни в кого кидать конфеты. За предыдущий вопрос. Нет, я неправильно. За предыдущий вопрос нет, я пока не хочу ни в кого кидать конфеты. Что это такое вопрос? Я буду показывать, когда захочу. Давайте дальше. Что со всем этим делать? Вот такой перекос про то, что мы хотим выглядеть лучше, чем другие и поддерживать свою уверенность в мире за счет того, что мы кому-то приписываем более плохие мотивы. Он есть, и чтобы с ним бороться, мы должны и нам. Каждый раз, когда мы видим что-то поведение, останавливаются и думают, а почему он так себя повел? Если у нас есть возможность выяснять правду про это, ну как бы, чтобы не плугать. А если у нас нет возможности выяснить какую-то информацию, то мы, наверное, просто останавливаемся и не судим. И по возможности удерживаемся там от приписывания. Но понятно, что есть способы компенсировать вот эту ошибку атрибуции. Но даже если бы мы были такими идеальными, клевыми чуваками и в одинаковой степени приписывали бы и себе, и другим, ну, равномерно внешние и внутренние мотивы, то у нас бы все равно осталась проблема. Знаете, какая? Что мы не можем полностью избавиться вообще от атрибуции, поэтому нам нужно придумать эвристику, иметь эвристику и про себя, и про других, как мы хотим приписывать. Мы хотим всегда приписывать внутренние мотивы, всегда приписывать внешние мотивы, или как найти какую-то точку равномесия между этими штуками и придерживаться ее. Ну, как ее найти, как ее придерживаться, тоже вопрос. Что бывает, когда мы делаем перекос в сторону какого-то типа атрибуции? Например, если мы постоянно придерживаемся внешней атрибуции, вот как хорошо упомянул уже Кирилл, до того, как я собиралась об этом сказать, у нас лобус контроля смещается вовне, и мы привыкаем к тому, что мы ничего не контролируем, ну и как бы это влечет всякие неприятные и плохие последствия про то, что мы перестаем пытаться что-либо делать. Вот. Это способ убиться внешней атрибуции. Если мы все время приезжаемся внутренней атрибуции, то мы получаем другую проблему, что мы во всех штуках, на которые мы не можем повлиять, мы пытаемся на них влиять, мы сверх уверены в том, что мы что-то можем, мы убиваемся в том, что мы уверены, что у нас получится, а у нас не получается, и виним себя в том, что у нас не получается.